Всем привет! Меня зовут Оля и сегодня мы с вами поговорим о натуральности углей для кальяна. А также я покажу, как вы можете самостоятельно в домашних условиях проверить наличие нехимических добавок. Очень часто мы с друзьями посещаем такие заведения, как кальяны, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер. Но иногда приходится покурить кальяны дома, и мне приходится разжигать кальянные угли на электрической плитке. При разжигании углей начинает издаваться неприятный запах, а иногда даже бывает при горении углей запах с примесью каких-то химикатов. И мне всегда было интересно, почему же возникает вот этот неприятный запах. Ведь я этим дышу, и это абсолютно полностью влияет на мое здоровье. Поэтому я обратилась к специалистам, чтобы получать ответы на свои вопросы. И получила на самом деле очень большое количество интересной, новой, а самое главное полезной информации, с которой сегодня я с вами поделюсь. Причем сделаем мы это на максимально простых, применимых в реальности примерах. Наиболее распространенным на рынке является уголь из Индонезии, сделанный из кокосовой скорлупы. Если вы придете в какой-то магазин и попросите уголь, то скорее всего вам предложат именно кокосовый. Причем на упаковке такого угля будет написано, что он 100% натуральный, при изготовлении не использовались никакие химикаты, а также он не имеет запаха и вкуса. Но если я возьму любой кокосовый уголь и поставлю его на электрическую плитку, в 100% он будет издавать неприятный запах. Почему так? Мне рассказали, что в Индонезии в качестве связующего, а это клей для склеивания кубиков, используют крахмал, сделанный из тапиоки. Что же это такое, посмотрим в Википезии. Итак, тапиока это зернистый крахмалистый продукт, получаемый из корней маниок. Высококалорийная и легко усваиваемая пища, широко употребляемая в тропических странах. Этот крахмал даже употребляют в пищу, из него готовят всякие блюда. Такое связующее само по себе натурально, ведь оно не содержит никакой дополнительной химии. И уголь, который в качестве связующего имеет только тапиоки, сам по себе будет натуральный. Но, к сожалению, неприятного запаха при разжигании не удастся избежать, ведь такое свойство самой тапиоки. Кое-что стало понятным. И вы можете сказать, что мы приобретем натуральный уголь, если возьмем кокосовый, сделанный в Индонезии. Но если мы возьмем любой уголь от разных производителей и протестируем его на запах и на влияние на вкус табака, то кажется, что все они будут разные. Почему же так? В мире есть огромная потребность к кальянам угле, а его производством занимаются разнообразные фабрики и не только в Индонезии. А конкуренция у них просто огромнейшая. В борьбе за потребителя производитель пытается сделать продукт, который по своим качествам будет лучше, чем у его конкурентов. Какие же эти качества? У угля есть 5 свойств, которые говорят о его качестве. Первое – это уголь должен быстро разжигаться. Второе – проходить так называемый дроп-тест. Это когда мы кидаем кубик 2-3 раза на пол, при этом он не должен расколоться. Третье – должно выделяться небольшое количество пепла. Четвертое – уголь должен давать хороший жар, чтобы прогреть хорошо табак. Уголь должен долго гореть, чтобы на одной заправке 2-3 угля мы могли курить кальян более часа. Так вот, в конкурентной борьбе многие, а можно даже сказать, очень многие производители идут на некоторые хитрости. Они добавляют химические добавки, что улучшает потребительское качество продукта. Например, чтобы уголь быстрее разжигался, в него могут добавлять селитру, серу, сухой спирт и другие химикаты. Все знают быстро разжигающийся уголь, который сильно воняет и зачастую не используется настоящими ценителями кальяна. В таком саморазжигающемся угле очень сильно чувствуется вот эта химия. Причем потребители даже этого не скрывают и просто пытаются химикаты брать какие-то менее вредные. Но если вот такой химии добавить совсем немного, то мы можем увидеть, что уголь будет быстрее разжигаться, давать больше жара, чем у конкурентов. Конечно, может появиться небольшой посторонний запах и может измениться цвет пепла. Но конечный потребитель может этого в принципе и не заметить. Но, конечно же, как-никак, какие-то вредные вещества, вредные испарения потребитель получит. А если переборщить с такой химией, то мы можем почувствовать вот этот привкус химии и химический запах даже во время курения кальяна. Еще одной проблемой для производителя является крепкость кубика. Кубик должен проходить дроп-тест, о чем я говорила ранее. И, конечно, он не должен раскалываться при разжигании. Многие производители решают это тем, что добавляют кубики угля, например, жидкое стекло или силикатный клей, а также другие клеящие вещества. Здесь мы приведем взятый из интернета список разных вариантов связующего, предлагаемый одной из компаний. Из всех выше приведенных связующих самым безвредным является крахмал. Остальные в большей или меньшей степени вредны для здоровья, в некоторых случаях даже опасны. Добавление химических веществ, связующие для угля, зачастую приводит к изменению цвета пепла. Натуральный цвет пепла от скорлупы кокосового ореха светло-серый, как на картинке. Поэтому некоторые производители пытаются изменить цвет пепла, точнее подкрасить их до нормального цвета, и опять же применяют все ту же химию, это может быть карбамид или мочевина. Это далеко не полный перечень использования химических веществ в составе кальянных углей. Некоторые фабрики даже используют до шести таких химических компонентов. Это прям огромная цифра, особенно для любителей кальяна. Но даже если производитель не использует химию для улучшения качества угля, мы все же можем встретиться с такими проблемами, как неприятный запах при разжигании, при горении, а также дым от угля. Это все можем мы встретить в случае плохого качества оттожженной скорлупы. И опять же мы будем получать какую-то долю вредных веществ. Альтернативой кокосовому углю является уголь из скорлупы грецкого ореха. Опять же бытует такое мнение, что такой уголь является натуральным, и там не применяются химические добавки. Но, конечно же, это не так, и очень скоро мы покажем, почему именно это не так. Проблемы с улучшением качества угля из скорлупы грецкого ореха, они аналогичны кокосовому. Некоторые производители идут на хитрости и добавляют химические вещества. Мне бы хотелось на достаточно простых и доступных приемах проверить, есть ли химические вещества в разных видах угля. И мы сможем с вами это проверить и переместимся для этого в химическую лабораторию. Сейчас мы находимся в химической лаборатории. Это более подходящее место для проведения экспериментов. Итак, наша задача на простых и наглядных примерах посмотреть, имеются ли химические добавки в кальянных углях, а также проверить, насколько он натуральный. Самый первый и простой эксперимент, который вы проводите каждый раз, когда разжигаете угли и курите кальян, это тест на запах. Наличие посторонних запахов может быть обусловлено плохим качеством обжига скорлупы, как кокосовой, так и ореховой. При этом уголь может дыметь. Дым также может быть следствием того, что уголь был недостаточно высушен или отсырел. Также подмешиванием в сырье для изготовления угля пыли древесного угля, который намного дешевле, чем кокосовый или ореховый. А также наличие запаха аммиака, нашатырного спирта, который нам будет говорить о том, что при изготовлении угля использовалась карбамид или мочевина. Это делалось для того, чтобы подкрасить пепел в нужный цвет. Но для чего же подкрашивать цвет пепла? Конечно же, для того, чтобы замаскировать химию. Для улучшения разжигания, для увеличения жара и увеличения крепкости кубика при горении. В первой части я уже говорила о натуральности цвета пепла кокосовой скорлупы. Покажем здесь эту картинку еще раз. Натуральный цвет пепла от скорлупы и грецкого ореха светло-серый. Он может быть с оттенками бежевого в зависимости от того, где этот орех произрастал. Также это зависит от технологии изготовления кубика угля. При производстве кубика с помощью экструдера оттенок становится бежевым. Для оценки натуральности пепла мы сфотографируем образцы и покажем вам эти фотографии, для того, чтобы вы сами оценили натуральность цвета скорлупы. На первых трех фотографиях мы покажем кубики из скорлупы кокосового ореха. Слева размещается картинка со сгоревшей кокосовой скорлупой. По центру кубик угля. И справа картинка с остатками пепла от сгоревшего кубика. На следующих картинках показан уголь из скорлупы грецкого ореха. Как я уже говорила ранее, цвет пепла такого угля зависит от технологии изготовления кубика. Первым идет кубик, сделанный на гидравлическом прессе. Это уголь нашего производства и в нем нет никаких химических добавок. Поэтому цвет пепла получается таким натуральным. Далее идет уголь из скорлупы грецкого ореха, который сделан нами с помощью экструдера. Хотя при его производстве мы использовали тоже сырье без химических добавок, как и для предыдущего кубика. Цвет пепла приобрел серовато-бежевый оттенок. Но это также натуральный цвет пепла для экструдерного угля. На следующей картинке мы видим уголь из скорлупы грецкого ореха другого производителя. Этот кубик был сделан с помощью экструдера. Можно заметить, что цвет пепла у него темно-серый сверху и коричневый внутри. Это говорит о том, что при изготовлении угля применяли специальные красители, чтобы изменить цвет пепла. И чтобы он выглядел натуральным. К тому же при разжигании и при горении можно почувствовать запах нашатырного спирта, что говорит о применении мочевины. На этом фото мы видим аналогичную картинку. Это также уголь из ореховой скорлупы, сделанный с помощью экструдера. И в него также темно-серый цвет пепла снаружи и коричневый внутри. И он также издает запах нашатырного спирта при разжигании, который ощущается даже при горении. Очевидно, что здесь использовались химические добавки, чтобы приблизить цвет пепла к натуральному и скрыть применение химии. На следующем фото еще один уголь из скорлупы грецкого ореха. Цвет пепла у него коричнево-рыжий. Здесь не применялся краситель для пепла, но использовались другие химические добавки для улучшения качества кубика. При разжигании присутствует запах химии. Теперь мы перейдем к еще одному эксперименту. Те, кто в школе не пропускал уроки химии, могут помнить, как учитель помещал в пламя горелки определенные вещества, и пламя окрашивалось в желтый, красный, зеленоватый и другие оттенки. Пламя окрашивается благодаря присутствию ионов определенных металлов. На этом принципе основана работа спектрометра, который служит определению состава веществ. Мы используем такой механизм и посмотрим, присутствуют ли в наших углях какие-то примеси. В этом эксперименте мы взяли наш уголь, где нет химических добавок, он расположен слева, и уголь другого производителя. При нагревании угля другого производителя хорошо видно, что пламя окрашивается в желтый цвет, что говорит о применении химических добавок при его изготовлении. Вы легко можете повторить этот опыт самостоятельно и убедиться, имеются ли в угле химические добавки. В конце эксперимента мы направим горелку на обычную кухонную соль, натрий хлор. Наличие желтого окраса пламени горелки говорит о присутствии натрия в кубике угля. Обычно соли натрия используют для улучшения разжигания и увеличения жара угля. Натрий входит в состав натриевой селитры, это нитрат натрия. Одним из признаков того, что обугливание скорлупы было не совсем качественным, или того, что в скорлупу грецкого ореха или кокоса добавляли древесный уголь, является то, что кубик сильно пачкается. Нечестные производители в сырье для изготовления угля добавляют пыль древесного угля. Делается это для уменьшения конечной стоимости продукта. Естественно, качество такого угля гораздо ниже, и может присутствовать специфический запах. Такой эксперимент вы можете провести самостоятельно. Иногда для улучшения горения кубика угля производители добавляют сухой спирт. Это может проявить себя в виде язычков пламени при горении угля. Такие язычки пламени могут появиться, если дунуть на кубик. А сейчас мы проведем эксперимент, где будем помещать угли в стаканы с водой. Итак, в первый стакан мы будем помещать три угля из кокоса. Во второй стакан помещаем три угля из грецкого ореха. Помещаем мы их по три, потому что плюс-минус ведут они себя одинаково. В третий и четвертый стаканы мы помещаем угли из грецкого ореха, потому что они будут вести себя иначе. В пятый стакан мы помещаем обычный активированный уголь. С момента начала эксперимента прошло чуть более часа. Сейчас я размешаю содержимое стакана и мы посмотрим, что получилось. Все кокосовые угли и три образца угля из грецкого ореха не рассыпались в воде. Два образца угля из грецкого ореха ведут себя подобно активированному углю. Этот эффект можно объяснить тем, что в этих образцах мы использовали водорастворимые натуральные связующие без примесей. В интернете есть информация о том, что уголь из корлупы грецкого ореха без химических добавок используется для очистки самогона. На этом мы закончим наши эксперименты. Я надеюсь, что вы получили достаточно знаний, чтобы попределить натуральность кальяного угля, которым пользуетесь именно вы. Вы сможете это сделать самостоятельно в домашних условиях с помощью тех тестов, о которых мы вам рассказали. Пишите в комментариях под видео, что получилось именно у вас. А также мы решили провести розыгрыш и условия описания будут под видео. И в заключение хочется добавить пару слов благодарности Гаттробару Урбан, который предоставил нам возможность снимать это видео. Тут у ребят очень вкусные кальяны и они будут рады вас видеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!